Нормальные сибирские огурцы. Я стригла все, что видела. Мы открываем памятник! Это макияж, который растекся на все тело. Почистить сознание и заниматься только лепкой. В классе пятом мне подстригли мои длинные волосы и сделали какой-то каре. И я шла по улице и плакала. И думала, ну неужели я теперь должна всю жизнь зависеть от человека? Она что-то стригла, разговаривала по телефону, решала какие-то свои проблемы. Она меня не слышала, не слышала. Я думаю, надо как-то решать этот момент. Ведь это жизнь. И я начала стричь в школе. У меня с собой были ножницы. Я стригла все, что видела. В пятом классе это как-то все равно. Тем более, если тебе там доверяют люди так. Потом начинаешь понимать, какие высоты, какие длины нужно делать, чтобы челка не делала вот так. Татьяна Жарова. Визажист, стилист, дизайнер, художник-боди-арт, театральный художник, создатель авторской куклы и медведей Тедди. Может навести красоту даже с помощью сжженных спичек и пива. Первая в Омске ввела моду на боди-арт и оживила городские скульптуры. Когда я училась в техникум и технологическом, у нас не было, конечно, у нас не было ни пенок. Лак был один вид, прелесть и хна, и красное дерево, и супра. Для волос было два варианта. Это пиво и сахарная вода. Мы вычесывали вечерние прически. Для этого нужно было обесцветить их до хруста, профилировать их бритвой, чтобы они были в таком слегка хаотичном порядке, чтобы их легко было начесывать. И вот эту вот всю прелесть мы смачивали густопивом, накручивали на бигуди и часами вычесывали фантазийные прически. И когда, допустим, бежишь в автобус, забегаешь на последние, там, какой-то ступенькой, идет дождь, ты в этих кудряшках, и дождик размокает эти кудряшки, и мужчины в автобусе делали так. Потому что пахло действительно пивом и очень так сильно. По поводу косметики это тоже было печально. Там были голубые тени, и такая плевательница она называлась. Это тушь, которая там плюется, вот так вот растирается и наносится. И вот эти вот женщины, и все вокруг вот этим занимались. А потом иголочкой это все разбирали. Это интересный тоже опыт. И для того, чтобы сделать смоки айс, мы зажигали спичку, она прогорала. И вот этим все, что получилось, вот мы делали смоки айс. Какие-то толкучки, рынки, десятые руки у корейцев покупали косметику. Это было счастье, какой-то квадратик за бешеные деньги разноцветные получить, делать макияжи. Потому что спрашивали, надо делать макияжи дневные, вечерние, повседневные. А было не из чего. Сейчас такое великолепие, столько всего, из всего можно выбрать. Если бы в нашей юности было такое разнообразие, может быть, по-другому все сложилось. Потому что бодиар с чего начался? Это как раз макияж, который растекся на все тело. И начинаешь рисовать, и понимаешь, что можно вот здесь и захватить щеку, и вот здесь вот часть брови. И когда сдаешь прическу фантазийную, делаешь макияж, и начинаешь понимать, что не хватает на ключицах рисунка, на руках. Тогда вот с татуировками тоже это было не развито, но максимум татуировки были у определенного слоя населения. Парикмахерское искусство, декоративная косметика, художник-модельер. Так написано в моих корочках. И имея вот три года этого образования, для парикмахеров это считалось вышка. У нас нет институтов, это у нас высшее образование. Я художник-модельер. И когда я решила голову, как это собирается, то я поняла, что мне не хватает тела, мне не хватает знаний, как собрать цветовые гаммы по стилистике. И я вот тогда пошла в технологический институт на художника-модельера одежды. Было очень сложно с тканями, надо отшивать одежду в институте. И девочки говорят, что сейчас очень модно ткань огурцовая, чтобы из огурцов, и вот это огурцы, 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 огурцы. Что же вы к этим огурцам-то привязались-то? Надо отшивать. Я покупаю ткань такую очень простую и раскладываю ее, и тушью отрисовываю огурцы. Маленькие домики, собаки выбегающие, лающие. Но в основе своей это какой-то маленький палисадник, в котором растут гигантские огурцы с пупырышками, со всеми вещами, с цветами. И все это проглаживаю, фиксирую, отшиваю, вывожу. И они такие, ну, конечно, ткань – это собственное производство. Я говорю, ну, конечно, это все расписано. Он говорит, ну, вы трактуйте. Я говорю, ну, это модное течение огурцы. Они говорят, нет, ну, мы говорили про восточные огурцы, вот это вот, ну, не знаю никаких восточных, нормальные сибирские огурцы. Ну, вот, выход был найден, они среди всех восточных огурцов победили мои сибирские. Сибирские, собирая вот эту всю информацию по крупицам, у нас получился вот такой первый стилист в городе, первый космонавт. Потому что классическое образование тогда было вот у меня одной в городе. Тогда начала расти клиентура актеры, танцоры, музыканты. Студенты, с которыми я вот недавно общалась, и они узнали, что я стригла летом, они такие были восхищены. На самом деле все просто. Мне очень нравился, вот до сих пор не могу сказать, что нравился, до сих пор нравится этот человек. Он очень высокой культуры, с ним очень интересно, он много знает, он просто интересный, потрясающий человек. Нас познакомил Андрей Кудрявцев, и я его подстригала и делала окраски. А окраски, допустим, я просто в какой-то момент прихожу, говорю, сегодня будем красить. Он говорит, что будем делать? Я говорю, вот здесь, значит, такая должна быть прядь, мы будем обесцвечивать. Ну, надо так надо, давай сделаем. Что, обесцветь? Ну, давай обесцветим. Давай мы у него там в студии, в этой пятиэтажке, там все это красим, все у него сидим с его котами, общаемся, пьем чай. Из таких вообще известных, Земфиру. Конечно, Иванушки Интернешнл, это старые такие друзья, которые веселые, смешные. Может быть, будет такая книга, гимнера стилиста. Разные главы, как с разными людьми, как я их стригла, как все это происходило, как происходили концерты. Ну, это интересно. Ну, почему бы и нет? Мы тогда работали в клубах более плотно, тогда они были другие. И вот там было больше такого искусства, больше развлекалово, более шоу, боди-арт-шоу. Лет 15 назад мы начали, мы сделали с Генрихом первую скульптуру такую. Конечно, на дочери начали экспериментировать. Рядом модель, и она может там часами стоять, и она может принимать, как модель, очень в позы разные, двигаться. И когда она оживала, вокруг было «А-а-а-а, она живая». Мне это было приятно. У нас, если ты делаешь, нужно изначально делать уже идеально, а не так, чтобы какая-то полумера. Поэтому это было практически сразу. Просто какие-то открываешь для себя моменты в тонировке, в изготовлении, потому что все это мы отшиваем, собираем сами. И хочется вот какие-то открытия взять и перенести в следующий костюм. И вот думаешь, вот здесь было бы хорошо, если не тело было, потому что костюм интересный, подробный. Можно было сделать заливку полностью, допустим, омеднить, сделать медь через зеленоватый цвет, как будто вот окись такая меди. Создается модель, а под него уже решаешь определенный типаж. Допустим, вот если я итальянец, испанец ищу этого, я еще очень ровный нос, четкие черты лица. Здесь вот такая, как испаньолка, бородка. Если выбираем девушку, здесь вот она ровная, собранная, где-то надменная. Самый создаваемый образ – это Любочка. Его просят на разные праздники, корпоративы и городовое. Вот два основных. Еще Степаныча. И Степаныч у нас ходит с этим люком, и он передвигается. И это очень вызывает у всех добрые улыбки, когда, допустим, где-то в концертном зале идет праздник работников коммунального хозяйства. Они все время заказывают Степаныча, и он под аплодисменты выходит на сцену, потом награждает. Вначале придумываешь, делаешь эскиз, закупаешь ткань, отшиваешь, делаешь грунтовки, прокрашиваешь, потом тонируешь. Все это через сушки нужно дождаться, чтобы все высохло. Это вот очень летом комфортно делать, зимой ничего не сохнет. И когда заказывают фигуру, говорят, вот, нам нужно через два дня. Думаю, ну не получится, ну не высохнет. И погибают фены, потому что пытаются высушить там пушки. Нужно будет как-то это просушить. Летом все намного проще. Надо всегда говорить на камеру, не пытайтесь повторить это дома. Это не гуашь. Я думаю, это же интересная тема. Люди, которые достойны памятников при жизни. Следующий, это в очереди, может быть, и Дзапташвили Виктор Датикович, ибо человек заслуживает серии памятников по городу Омск. Закроем. Это прекрасные балерины музыкального театра. С удовольствием бы увековечила девочек, которые подняли музыкальный театр. А еще бы Васильева. Это наш дирижер Омского симфонического. Да, представляете, вот он во всем был вот так вот с палочкой. Это у концертного зала такая скульптура. Красочка, она легко смоется. Краски гипоаллергенные. Ну, водные. Поэтому они не причинят беспокойств. Но легко смоются обычной водой и там гелем, или шампунью, или гелем для душа. Поэтому это такая перформансная система. Друзья мои, сегодня прекрасный день для того, чтобы открыть новый памятник перед замечательным арт-центром на Любинском. Все мы знаем замечательного режиссера, который работает, творит, не побоюсь этого слова, именно в этих стенах Ярослава Максименко. И именно ему сегодня под ваши аплодисменты мы открываем памятник. Я могу придумать, отрисовать, сшить наряд. Накрасить, причесать. И все это в одном. Булгакова ставим. Прекрасная пьеса. Я отрисовываю. Там же в холодное время, это зима. Я рисую разные шали. Они мне отшивают одежду. Я отслеживаю. Все, правильность по узлам. Все, правильность отшили. Но там нет шали. Почему? Он говорит, а мы никто не умеем. Мы этого никто не знаем. Все, это будет без шали. Думаю, ну как? Это необходимо. Мне нужно три шали. Они вот определенного узора. Наукорочен. Он говорит, ну все, на этом мы заканчиваем. Я иду, учусь вязать. И вяжу в салфетке для сценографии три шали. Все это с кистями. Все это вот замечательно. И тогда он собирается, спектакль. Так как он должен быть. Когда что-то в жизни случается, когда вот что-то идет не так, это просто радость, счастье. Возможно взять и попробовать что-то другое. Самое главное, вот не делать себе затык там, что ой-ой-ой, вот по этому сценарию не пошло. Это круто. Можно попробовать что-то другое. Это счастье. Интересно заняться возможностью моделировать украшения. Когда одежда моделируется из украшений, высокие воротники, переходящие в разные кусочки, в плечи. И вот сейчас это отдельное, это прямо такое, все это убранство стоит в углу комнаты, чтобы вот когда будет время, я могу сесть и спокойно пособирать. Вот на проволоках там, на разных, большое количество бусин и украшений. Мне очень нравится делать невест. Они идут на эксперименты и очень открыты. Полностью эскизы, как собирается прическа, и под него делаются определенные украшения. Это может быть от заколок, диадем, до украшений, сережек, броши, воротников разных. Все это очень по-разному для каждого человека индивидуально. Девеста – это очень круто. Это отдельный сказочный образ. То есть его просто можно потом брать и вот играть. Это спектакль, где они с женихом – главные действующие лица. И если его правильно разыграть, они запомнят его на всю жизнь. Мне интересна психология, психология людей. Мне интересны люди. И вот есть такая психология. Тема называется «Эффект слона». Когда начинаешь узнавать тему, доходишь до ее пика, и не спускаешься вниз, а начинается новая тема. И вот мне эти слоны продолжаются, продолжаются. Допустим, вот у нас парикмахерское искусство плюс декоративная косметика, плюс боди-арт, плюс одежда. В одежде там это набивка, рапортный орнамент, это живопись графика, это принты. Это невозможно. Это все продолжается и продолжается. Возможно сделать украшения самим, диадемы, холодный фарфор, возможность лепки, возможность скульптуры. И чем ты больше узнаешь, тем понимаешь, что впереди еще столько всего, что это не охватить. Бывает релакс такой. Ноги выше головы, на соседний стул, выключился наушники в уши, и спокойно взять и полепить. Берешь по каждому лепестку, ты можешь думать о чем угодно. Ты можешь сосредотачиваться, можно же просто выключить все и заниматься, просто сосредоточиться на том, чтобы почистить сознание, и заниматься только лепкой, механикой, и наслаждаться тем, как она расцветает в руках. Только тех, кто любит труд, медвежатами зовут. Дорогие друзья, я очень рада, что вы пришли на эту выставку тем или иным способом. Это просто счастье, что вас интересует это направление искусства «Медведи» Тедди. Я надеюсь, мы будем встречаться, и мы будем вас радовать чем-то новым и неожиданным. Для нового и неожиданного будь готов. Это можно отнести также к более медитативным моментам, когда собираешь. Главное, не спешить. Я продолжаю их делать. Но то, что у нас здесь в Омске с галериями, печально. Поэтому мы находимся здесь, а часто наши работы в это время продаются где-нибудь по Японии. И мы высылаем серию медведей, они туда возвращаются, они находят там своих, не знаю, хозяев. Они там удочеряются, усыновляются. И это все продолжается. Просто здесь у нас негде выставляться. Поэтому я говорю, что мне легче где-то в Африке выставиться, в Москве, в Японии, а в Омске с этим сложнее. Нет, востребованность есть. Я делаю реборн, делаю такую куклу-самурая, ставлю большой ценник и выставляю ее в квадрате, и она покупается на следующий день. То, что она делается, да, она делается там полтора месяца. И я пытаюсь отследить, узнать, кто это. Человек приехал с Москвы, она закончила Академию дизайна в Лондоне. Приехала из Москвы и первое, что она сделала, зашла и купила вот сразу мою реборную куклу-самурая. Ну, интересно. Востребованность есть. Очень приятно, когда вся семья в одной теме. И мы решаем, допустим, какое-то арт-пространство, или решаем какой-то спектакль. И я могу посоветоваться как с Арсением, так и с Генрихом. Это потрясающе. Мы можем общаться, и можем даже не общаться, но мы понимаем друг друга, о чем мы говорим. Я не знаю, кто это придумал, эту тему, что нужно как-то друг другу отдыхать. А мы не устаем. Смысл отдыхать. Мы смотрим фильмы, мы гуляем с собаками, мы ходим в кинотеатры или дома, общаемся с друзьями, собираемся. У нас достаточно насыщенная жизнь. Мы не мешаем друг другу, мы общаемся и занимаемся своим делом. То, что Генрих рисует в стиле комиксов, и мне очень приятно, эта тема. Я люблю комиксы. И я очень много их читала, и читаю. И есть разные направления. Я вот это бы носила, потому что мне это нравится. И по цвету они чистые, яркие, и возможность перенести. Мне показалось это забавным, интересным. Я вот делаю уже которую коллекцию, и он делает отдельно, допустим, у меня называлась коллекция Генриха Бекуса по его комиксам. Потом он сделал отдельную, называлась Жужа, где он рисует одну Жужу. В конечном итоге мы хотим сделать такой календарь, где у нас будет вот всяческие разные Жужи. Мой друг, он хотел своей, тогда еще девушке, найти собаку. И он обратился. Ты все равно знаешь, что я в городе, мне нужна собака какая-нибудь самая маленькая. Самая маленькая – это Чухуахуа. Самая маленькая в мире. И я там нахожу все, и мы приезжаем в питомник. И у меня уже была малоитальянская борзая Роза. У меня есть собака замечательная. И пока мы находим, общаемся, и пока он там общается с хозяйкой, я отхожу в сторону и вот присаживаюсь у стены. И ко мне приходит вот Жужа. Она меня находит. Она выходит, там много было собачек. Доходит из клетки, выходит, доходит до меня, забирается ко мне на руки и засыпает. Маленькая белая собачка. Я вот сижу и звоню мужу. Говорю, у меня тут собака выбрала. Что делать? Он такой, Таня, у нас уже есть собака. Но она же выбрала меня. Вот что мне делать? Вот есть же собака. Все, успокойся. Ну все, мы заканчиваем. Я отношу ее в клетку и около недели я всячески напоминаю Генриху о том, что существует такая маленькая белая собачка и печальюся. И он говорит, ну куда нам вторая? И приходят друзья, и приходят с Йорком, а он маленький. Он говорит, ну если вот такая небольшая, все, собака через 30 минут была у нас дома. Жужа была у нас дома. А это, ее зовут, как тебя зовут? Ее зовут Жозефина Мариорос-Багарне. Замечательная чихуахуа собака и тоже является и творческим источником в нашей семье. Что такое парикмахерское искусство? Это химия. Потому что все химические моменты превращения в волос, когда я с этим занималась, знание химии, это только помогало. Я знала, где все это на молекулярном уровне. Это очень круто, когда понимаешь, что здесь вот должно быть только 4 минуты, а не 24, что просто убьется напрочь вся структура. Это космос. Первая моя профессия химик-аналитик. Я ботан изначально, а второе, это художество. Ребенок, он просто пошел по биоматериалу, а я по химии, альфа-метилстирола, бутодиеновые фракции, нефти, газа. А она по человеческому материалу, а это интереснее. Она два года живет в Питере, но мы с ней каждый день разговариваем, обмениваемся новостями, статьями. И она очень радуется, когда я какую-то интересную такую научную статью нахожу, ей посылаю. Она мне в основе своей веселит, какие-то спектакливые формы в каких-то разных странах. Она закончила магистратуру, магистр биологии. Она сейчас работает с сетчаткой глаза, с саркомой. Она работает в НИИ. И вот этот мой маленький ребенок, которому только исполнилось 24 года, она работает с саркомой, я очень ей горжусь. И если ее лабораторию как-то продвинет здоровье человека в лучшую сторону, это будет лучший подарок. Дочь. Дочь. Она такой вдохновитель, и я хочу, чтобы у нее все сложилось, все ее мечты, и пусть у нее все будет хорошо. Я хочу внуков, я хочу больше путешествовать, хочу делать разные проекты, я хочу больше спектаклей, возможности сотрудничать с разными странами, потому что это безумно интересно, когда не просто друг другу рисуешь, а умеешь говорить. Я сейчас занимаюсь языками. Дочь хорошо говорит на трех языках. У меня нет такого таланта, но я очень стараюсь. Мы с Генрихом учим языки. Это тоже отдельная песня с моим мужем. Мы учим друг друга, мы пытаемся общаться на других языках. Сейчас вот грызем немецкий, и надо сдать в посольство экзамены, и заняться этим плотнее. Я не загадываю, но да, было бы неплохо, потому что здесь мы провели достаточно долгое время. Не 52 года. В любой момент может что-либо произойти. Надо двигаться, надо посмотреть, что есть везде. До скольких лет вы планируете творить? Пока не умру. Я понимаю, что это неизбежность, но это же интересно двигаться, пока ты можешь двигаться. А вокруг столько интересного, что вряд ли одной жизни хватит.